Госслужащие, бизнесмены, ученые, педагоги, врачи, журналисты и блогеры. В таком составе собираться в стенах президентской резиденции перед Днем Независимости стала традицией. Столько гостей сразу, как в канун главного праздника страны аккорда не принимают ни в какой другой день. Многие из присутствующих уже не раз здесь бывали, но немало и тех, кто сделал это впервые. Впрочем, волнения не скрывали и те, и другие. Безупречно должна быть каждая деталь. Еще бы, церемония вручения государственных наград само по себе важное событие. Так еще и вручать их будет сам глава государства. Касымжумар Тукаев, открывая торжество, отметил, что за короткий по меркам истории отрезок времени страна прошла внушительный путь. Успех любого государства зависит от его граждан. Это закономерно. Государство с мощным человеческим капиталом способно преодолеть все трудности. За период независимости наш народ продемонстрировал сплоченность и патриотизм. Не зря говорят, труд – источник благополучия, светило счастье. Несомненно, наши сегодняшние достижения – общая победа всех казахстанцев. Среди тех, кто удостоился высокой награды, особо отличившейся перед страной ордена и медали, президент вручал за патриотизм, высокий профессионализм и самоотверженный труд. Все это вобрала в себя и казахстанская королева шахмат Жансая Абдумалик. Она стала самым юным кавалером ордена Курмет. Очень благодарна своей стране. Для меня это большая честь и ответственность, конечно же. Спасибо за поддержку, за то, что ценят труд молодежи. Я уже 16 лет занимаюсь шахматами. Очень много вы видите, я думаю, слышите результаты. И, конечно же, это было благодаря поддержке страны, в первую очередь. И очень здорово, что молодежь сейчас может спокойно развиваться и заниматься тем, чем она хочет. Особое внимание в этом году, как и в прошлом, врачам и ученым. Львиную долю присутствующих составили именно они. И не случайно Казахстан вместе со всем миром пытается справиться с последствиями пандемии. И это ему удается благодаря талантливым профессионалам. Своего дела отметил глава государства. Госпремию в области науки и техники имени Аль-Фараби присудили разработчику Казвака, гендиректору НИИ проблем биобезопасности Кунсулу Закарья. Этим же орденом наградили и главного врача Алматинской детской многопрофильной больницы Марата Рабандиярова. Учеными нашего института разработано около 70 вакцин против опасных и особо опасных инфекций. Ученые института – это совершенно другая категория ученых, которые привыкли работать в таком темпе, которые имеют высокую гражданскую позицию, которые работают с полной самоотдачей. Если не мы, то кто? Это был лозунг последних наших лет. На врачей очень большая нагрузка упала. Но, естественно, с поддержкой Эльбаса, с поддержкой президента нашей республики, конечно, с поддержкой Акима города Алматы, Сагинтая Бахашана Владимировича, мы продолжаем работать и нести свой труд, несмотря ни на что. Последние годы мы очень развиваем детскую нейрохирургию, где такие встречаются врожденные, очень сложные патологии, когда мы не могли их раньше лечить в условиях нашей страны, в условиях нашего города. Но в последнее время, благодаря всем внедрениям и закупаемым оборудованиям, мы уже все реже и реже отправляем наших детей на зарубежное лечение. Участвовали в аккорде и людей творческих, и промышленников звания «Казахстанен» Генбек Ере. Президент присвоил гендиректору Касцинка Александру Хмелеву. В компании он трудится уже почти четверть века. Прошел путь от рядового электромеханика до руководителя предприятия. Данную награду, я считаю, заработал весь коллектив, все наши почти 30 тысяч работников и подрядчиков, которые все эти годы вместе со всей страной разделяли радости и горести. Ну и понимаю так, что это указание на то, чтобы дальше работали еще лучше, задание получено, будем исполнять. Трудом всего коллектива заработал госнаграду предприниматель Айдын Рахимбаев. Он, будучи главой строительной компании, внес свою лепту в борьбу с пандемией через возведение ковид-госпиталей. Я считаю, что награда – это в большей степени награда для всей команды. Это признание, заслуг. Я знаю, что был представлен к награде за борьбу с пандемией. И это, конечно, двойная гордость. Конечно, мы многие вещи делаем не ради наград, а ради своей страны. Руководители компаний, предприятий, деятели искусства, военнослужащие – каждый, кто в этот торжественный день в аккорде получил награды, в нынешнем году отличился в своей сфере. В числе награжденных и наши коллеги, ведущие большой недели на Хабаре, Денис Кривошейф удостоился медали «Шапогат». А орден «Курмет» получила журналист и ведущая телеканала «Хабар-24» Вера Захарчук. Иногда задумываешься, когда такие неожиданные награды государственные получаешь. Думаешь, ну, наверное, ты все делаешь правильно там, занимаясь своим ремеслом, стараясь помогать людям. Потому что нас всех здесь, я думаю, объединяет одна цель – это делать жизнь каждого казахстанца чуточку лучше. Вручая госнаграды, Касым Жумар Токаев подчеркнул, что оплотом независимости и развития Родины всегда были и остаются люди, профессионалы своего дела, отстаивающие интересы общества и государства на передовой. 30-летие независимости – это значимая веха в истории нашей многовековой государственности, важный рубеж в летописи современного Казахстана. За эти годы наша страна прошла большой путь, отмеченный большими достижениями и преодолением сложных вызовов. Подавляющее большинство граждан страны своим созидательным трудом вносят значимый вклад в дело строительства сильного и прогрессивного государства. Наша цель – эффективное государство и справедливое общество. Этот стратегический вектор остается неизменным. Перед нами стоят масштабные задачи по дальнейшему повышению благосостояния народа, укреплению нашей священной независимости. Всего же государственные награды, медали, ордена и звания различного достоинства получили 64 человека. Еще 550 казахстанцев со всех регионов страны наградили почетными грамотами от имени президента. Каждый из них вносит свой вклад в развитие страны, на них же и опирается и берет пример. Подрастающее поколение отметил глава государства. Именно такие люди и укрепляют главное достояние Казахстана – независимость. Тимур Казагулов при поддержке телерадиокомплекса президента «Житыкун». Субтитры создавал DimaTorzok